Сегодня в Чебоксарах посадили саженец легендарного сталинградского тополя. В середине 42-го года фашистские войска подступили к Сталинграду. 200 дней и ночей продолжались кровопролитные сражения. Город превратился в руины, особенно его центральная часть. Но в этом пепелище каким-то чудом уцелел тополь, который и по сей день стоит в сквере центральной площади Волгограда. Саженцы получены от знаменитого тополя, а теперь будут расти в 17 регионах России, в том числе и в Чувашии. Этот саженец – потомок знаменитого Волгоградского тополя, который выставил в одном из самых кровопролитных сражений в истории человечества – в Сталинградской битве. Весной 1943 года после освобождения города израненное пулями и осколками дерево вновь зацвело, став символом победы. Сталинградский тополь – это безмолвный свидетель нашей истории. Живой символ жизни и стойкости. И нам очень приятно, что Чувашия, как и 16 других регионов России, согласилась принять участие в акции нашей кампании, чтобы продлить жизнь Сталинградскому тополю. В Мурманской, Нижегородской, Пентинской, Омской, Кемеровской областях, в республиках Карелия, Мордовия, Кабардино-Балкария, Ингушетия, Чечня, Тыва и, конечно же, в Чувашии на днях высадили саженцы, выращенные в пробирке, а затем в ботаническом сходу Волгограда из кусочков знаменитого тополя. Организатором этой акции выступила компания МТС. Но главными героями события стали ветераны, участники Сталинградской битвы. В Чувашии тополь победы посадил 98-летний Алексей Яковлев. То, что дерево выжило в таких условиях, бывшего танкиста не удивляет. Небывалую силу и стойкость тогда приходилось проявлять всем. В конце войны и в 43-м, и в 44-м уже мы верховодили. Мне добавили новейшие танки. Даже это у нас не было до 43-го года. Танковая печка у немцев были, в 42-м году появились танковая печка. Танки, если сидишь, замерзнешь там, на воле лучше, а там броня очень сильно накаляется холодом. Жизнелюбие и желание творить ветеран сохранил до сегодняшних дней. Но наблюдать со стороны он не привык. Сколько деревьев посадил за свою жизнь, уже и не помнит. После войны в родной деревне в Шумерлинском районе вырастил целый сад. Все, уже житель первый есть. Вот, живность есть. Молодцы, бабочки, дай Бог. И рядом с этим тополем Алексей Алексеевич надеется, появятся новые саженцы. А самое главное, к тополю победы будут приходить дети и внуки тех, кто остался под Сталинградом. И через десятки лет он будет напоминать молодому поколению о событиях и героях Великой Победы. Надежда Яковлева, Игорь Зверев, Республика.